Попавший под санкции Украины нардеп от оппозиционной платформы «За жизнь» Виктора Медведчук удвоил свое состояние в 2020 году. Согласно декларации политика, в 2019 году денежные активы семьи Медведчука составили почти 8 миллионов евро, а в 2020 году вдвое больше – более чем 14 миллионов евро. Отмечается, если в 2019 году семья политика хранила деньги преимущественно в евро и гривнах, то в 2020 году самая большая сумма хранится на счету Оксаны Марченко в белорусском Абсолютбанке и в российских рублях – более 784 миллионов. Есть и другие изменения в декларации. В частности, Медведчук указал, что его жена Оксана Марченко больше не является бенефициарной владелицей российского микропредприятия основы инвестиций и финансовой компании «Тренд Оптима». Также из списка подконтрольных семье компаний исчезли «Соламина», «Коммертикал ЛТД», «Британские Виргинские острова» и «Протогментс Инвестментс», «ЛТД», «Кипур». Зато Виктор Медведчук отметил, что у Оксаны Марченко появились еще две компании в России, связанные с нефтяным бизнесом ООО «Юктранс» НЗНП и ООО «НЗНП Инжиниринг». В то же время денежные активы соратника Медведчука, народного депутата АТПЗЖ Тараса Казака, который также находится под санкциями, в 2020 году выросли минимум на 9 миллионов евро по сравнению с предыдущим периодом. По подсчетам, в 2019 году денежные активы Тараса Казака составили около 8 миллионов евро, а в 2020 году вдвое больше – 17 миллионов евро. Счета он имеет в белорусских и украинских банках. За 2020 год пророссийский политик заработал 11 миллионов евро, что на 3 миллиона больше по сравнению с 2019 годом. В частности, Казак задекларировал 407 тысяч гривен депутатской зарплаты и 338 тысяч гривен дивидендов, полученных от кипрской компании. Согласно декларации 2020 года, Нардеп имеет в собственности 300-метровый жилой дом в Львовской области и арендует 600-метровый дом и офис в Киеве. Он задекларировал четверо часов от Роликс, Патек Филипп, Брегует и Аудемар Спигует, а также две пары запанок с бриллиантами. Однако Казак, как и в прошлом году, забыл указать в декларации гражданскую жену Наталью Лавренюк и, соответственно, ее денежные активы, доходы и имущество.